Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня хорошо слышно, хорошо видно. Намекните, пожалуйста, в чате. Я уже думаю, что мы все привыкли к этому вопросу. Он сопровождает нас практически на каждом занятии. Качество связи, качество работы системы, качество работы оборудования – это то, что определяет нашу онлайн-жизнь. И без этого никуда. Очень рад тому, что предоставилась такая возможность. Давно спрежу за деятельностью Директ Академии. Очень рад тому, что меня пригласили. И решил с вами сегодня пообщаться на такую несколько спорную, сразу же предупреждаю, спорную тему, которая не является прикладной. С другой стороны, она не относится к строгой образовательной теории. Это скорее результат таких рассуждений человека, который имеет степень в области философии. То есть социальная философия – это мое первое направление для научной деятельности, для того, что составляет, наверное, основу моей жизни в университете. Социальная философия – я кандидат в философских наук. И второе – это, собственно, образовательные технологии. Это уже прикладное поле, с которым я работаю больше 10 лет. Именно Instructional Technology, потому что я имею степень Master of Education университета Кент-Стейн, американского университета. И занимаюсь в своем университете продвижением образовательных технологий, что, конечно, для меня очень важно. И вот совмещение этих двух тем, на самом деле, сегодня я постараюсь с вами как-то сделать. Итак, я бы хотел сперва установить контекст. Да, почему? Вообще, почему решили на такую интересную, своеобразную тему, как было уже сказано, поговорить? Дело в том, что, ну, наверное, уже почти месяц назад, почти, да, почти месяц назад в Фейсбуке, наверное, вы знаете, что очень большое сообщество российских педагогов, причем именно те, кто занимается электронным обучением, живет в Фейсбуке. Там есть множество групп, там есть множество профессиональных сообществ, там представлены некоторые онлайн-курсы известные, популярные, там есть много полезных обсуждений, не контента, да, но обсуждений. И вот в одном из обсуждений мы как-то с, не побоюсь сказать, Павлом Каринниковым, начали обсуждать вопрос будущего университета. И вот так противоречиво мы пришли к теме, которая связана с образованием за пределами, да, за пределами того, что на самом деле представляет собой система образования. Поскольку, если вы прочитали то, что написано на слайде, и вас это, может быть, даже шокировало, может быть, не шокировало, не знаю, кстати, я прошу в чате по ходу нашего мероприятия комментировать, задавать вопросы, вы вольны, в любой момент писать, да, задавать вопросы и относиться вообще к тому, что вы видите, тому, что вы слышите. Пожалуйста, в чате можете свободно выражать свое мнение, хотя в конце тоже обязательно будет некоторое время для ответов на вопросов, если они возникнут. Так вот, это несколько эпатажное заявление сделал я, поскольку я полагаю, что современная ситуация, она крайне важна. Важна не в хорошем смысле, я ни в коем случае не считаю, что текущая ситуация позитивна, она очень тяжела, кризис заставляет нас всех переосмыслить, в том числе то, чем мы занимаемся каждый день, и, на мой взгляд, мы сейчас проходим через вот такой вполне серьезный кризис образования, если посмотреть то, о чем пишут исследовательские различные команды и аналитические агентства, в общем, порядка полутора миллиардов, порядка полутора миллиарда получающихся, насколько я помню, вот на август месяц такие данные были, были затронуты вот этой ситуацией с развивающейся пандемией, и, собственно, онлайн обучение оказывается, оказывается онлайн обучение чем-то, что либо помогает, либо меняет эту картинку, но, в любом случае, без онлайн обучения вот тех процессов, которые сейчас проходят, мы бы не имели в образовании. И вот я сразу вижу комментарии от Павла Борисовича, выживая в контексте образования вообще звучать не должно, не соглашусь. То есть я полагаю, что мы с вами как раз сейчас проходим такой просев организаций, как хита, да, большое, через которое организации, которые не способны работать в разных форматах, не способны адаптироваться, вот для организаций как раз наступает очень сложный момент, на мой взгляд. Возможно, какие-то организации усилятся, даже уверен. Вопрос, будут ли они при этом чисто образовательными. И вообще это большой вопрос, есть ли чисто образовательные организации. Хорошо, Павел Борисович, вы продолжаете дискуссию, постараюсь тоже отнестись к вашим фразам по ходу нашего общения. Да, я понимаю, что у вас есть взгляд, что образование устраняет, должно устранять социальное неравенство. Я с вами соглашусь в этом. Мои системы этическое образование, на самом деле, должно это устранять, но это не значит, что этические утверждения описывают реальность. Они описывают все-таки желаемую реальность, на мой взгляд. И эта желаемая реальность для меня, на самом деле, является чем-то очень сложным. Посмотрите, да, теплая, уютная, замечательная, классная комната. Я в ней работал год назад. Возможно, вы уже догадались, потому что написано на доске, я преподаю философию, не только философию, но это одно из основных, одно из главнейших в моем преподавании, важнейших. И философию я преподаю у компьютерщиков, у айтишников, и это накладывает отпечаток. Но преподаю обычно в таких совершенно традиционных условиях. Классная комната, мел. Нет, у нас есть лекционный зал проекта, в котором мы общаемся, но семинары проходят вот в таком традиционном формате. И, конечно же, я очень люблю работать с группами. На философии мы много дискутируем, мы даже ставим сценки время от времени. То есть это такое достаточно традиционное общение, в котором студенты и преподаватели на самом деле смотрят друг в другу в глаза, обсуждают какие-то темы, которые очень важны, очень фундаментальны подчас и сложны. Но если вы посмотрите на то, что принес 20-й год, мне остается только скучать по этой классной комнате. Да, сейчас моя классная комната вулк. На самом деле я прямо сейчас из нее с вами общаюсь. Это такой типичный, наверное, пейзаж современного класса, в кавычках. Я уверен, что вы сейчас находитесь с чем-то подобным. Может быть, другое устройство. Я люблю называть это пластиковыми коробками, хотя они, конечно, могут быть не только пластиковыми. Но вы сидите перед какой-то пластиковой коробкой с экраном или держите в руке, может быть, это планшет. Но примерно рабочее место сейчас у педагога вот так выглядит. Это экран, окошко в мир с тем пейзажем, который вы сами устанавливаете, сами определяете. Ну, возможно, ваш работодатель требует, чтобы это окошко было определенным образом оформлено. Использовали вот эту систему, а не вот эту. Это окошко в ваш мир в виде веб-камеры. Я использую веб-камеру сейчас и вижу мерцающий огонек, а не вас. И это, конечно, наушники, может быть, чашечка чая. И вот эта искусственность, в общем, заставляет очень сильно задумываться о фразе известного сибирского музыканта Егора Лето. Может быть, кто-то знает эту цитату. Да, это одна из известных его песен в жанре панк, панк-рок. И она мне напоминает о Жане Бандриаре из Симуляка. Сразу же уходим в философию. Но нет, я хотел сказать не о философии. В данном случае мы имеем дело с чем-то немного другим. Да, вот я вижу, что у нас есть также еще от Павла Борисовича комментарии. Каждый из этих девайсов? Да, конечно. Я еще раз напоминаю, я преподаватель в университете, я много работаю. Эти девайсы стоят достаточно много денег, совершенно согласен. И я работаю в технологиях больше 10 лет. В общем, я, наверное, этим занимаюсь профессионально, поэтому вкладываю в это свои силы и деньги, конечно. Вы правы. Возможно, вам знаком термин. Поставьте плюсик, если вы знаете, что такое киберпанк. Можете даже написать коротко в чате, если знаете фразу или словосочетание, которым вы можете охарактеризовать, что такое киберпанк. Вообще-то сталкивались ли с такой фразой, с таким термином? Киберпанк. Знакомы ли? Да, здравствуйте, Ольга Васильевна. Не сталкивались. Так, вижу один минус. Может, кто-то еще поставит плюс или минус в чате. Я пока жду, чтобы понять, знакомо ли вам понятие киберпанка. Нет, не знакомо. Я просто, извините, я не знаю аудиторию, я очень рад с вами познакомиться и очень рад тому, что у меня есть возможность выступить перед новой аудиторией. Наверное, так, в отношении образования не знаете, да? Нет, настораживаю. Ну, хорошо. Слово панк вообще обычно ассоциируется у нас с чем-то таким достаточно неопрятным, да, неуютным. Матрица. Отлично. Светлана Сергеевна, вот вы совершенно правы. Еще раз напоминаю, я преподаю философию у айтишников. Эти ребята точно знают, что такое матрица. Эти ребята точно знают, что такое киберпанк. И мне постоянно с ними приходится обсуждать вопросы, связанные с этой темой. Значит, на самом деле у слова киберпанк есть, у этого термина есть такой контекст литературный, потому что это жанр научной фантастики. Вообще, я в свое время очень много читал научные фантастики, вырос с книжкой в руках. И вот есть такой поджанр научной фантастики, который представленные фамилии авторов, может быть, даже с какими-то знакомы, и название обложки книг, может быть, тоже на более, на некоторые мысли. Это научная фантастика, которая характеризуется некоторыми довольно своеобразными сочетаниями в сюжете. Сейчас объясню, почему это для нас важно. Так вот, киберпанк довольно часто изображает мир, в котором доминируют корпорации и государства, навязывая свои какие-то правила, навязывая, в общем, способ жизни. Эти корпорации и государства проникают во все сферы человеческой деятельности, контролируют, очень активно продвигают свои интересы и могут конкурировать между собой. То есть, там различные синдикаты могут возникать. На этом фоле развивается преступность, причем такая связанная довольно часто в произведениях киберпанковского жанра. Преступность может быть как раз вот киберпреступностью. То есть, это то, с чем приходится с невидимым таким вот этим слоем конфликтов, постоянно иметь дело главным героям. И в какой-то момент либо выступать на стороне одного, либо на стороне другого, но так или иначе это присутствует. Конечно же, мир киберпанка полон конфликтов и глобальных вызовов. То есть, обычно вот эта антиутопия, да, я сразу оговорюсь, это антиутопия. Чаще всего мир научной фантастики, в котором антиутопия, характеризуется еще и какой-то глобальной проблемой. Ну, например, угроза нашествия из космоса, либо последствия мировой войны, либо глобальная пандемия. Здесь я сделаю паузу. Характерна также для этого жанра гиперурбанизация. То есть, люди, большая часть сконцентрирована в каких-то крупных городах. Да, вот, читаю, Павел Борисович, вы правы. На самом деле, киберпанк возникает как ответ, в этом смысле, он возникает как ответ на, я бы сказал, НТР, концепцию научно-технической революции, да, то есть вот на вот эту валу технологических изменений 60-х, 70-х. И он органично вписывается в 80-е и 90-е годы. И вот темы, которые отмечены галочками, я думаю, вы уже догадались. Мы с вами эти темы уже прошли. А вот темы искусственного гибридного интеллекта тоже, наверное, сейчас уже не кажутся фантастикой, потому что искусственный интеллект – это технология, которую активно применяют и внедряют. И не зря государство, если не ошибаюсь, около 50-ти государств в мире уже имеют стратегию развития искусственного интеллекта. Кибердизация, которая тоже, на секундочку, сейчас, ну, есть, конечно, в шутливой форме, когда мои коллеги пишут о том, что клавиатура приросла к рукам педагога. Ну, это шутка из Фейсбука сегодняшнего буквально. Но это уже на стыке с кибердизацией, да. Мы с вами в этом коконе нашего частного или корпоративного компьютерного пространства, да, вот оборудование у кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы уже чувствуем себя почти кибердами. И виртуальная реальность. Кстати, виртуальная реальность – это не обязательно 3D, да, может быть, смешанная, поскольку у нас с вами такая система вебинаров, я не использую никаких шляпок и костюмчиков, а если бы мы с вами проводили конференцию, например, в Фейсбуке, да, созвон был в Фейсбуке, мы бы могли с вами поиграть при помощи замечательных инструментов дополненной реальности. И я бы мог надеть шляпу в этот момент, что могло тоже пригодиться для каких-то занятий, если бы проводил, например, новогоднюю сценку. То есть мы с вами, если мы посмотрим на вот этот литературный жанр, уже описывая современную реальность, можем вполне себя ощутить в чем-то очень похожем. Вот это новости 2019 года. Если вы посмотрите сейчас на список заголовков, которые я собирал в 2019 году, да, Ольга Игоревна, информационная безопасность, именно это словосочетание сейчас, я думаю, что у всех у нас луку, потому что мы все с вами находимся вот под таким ударом, постоянно испытываем на себе, я думаю, что многим звонят на смартфон и сообщают самые разные вещи, какие-нибудь товарищи, пытающиеся добиться номера карточки. За последние несколько месяцев количество киберпреступлений выросло и, в общем, только продолжает расти. В 2019 году я делал доклад на научной конференции, посвященный как раз миру киберпанка. Ну, это был скорее философский доклад, опять же. И в 2019 году я уже ощущал, что да, мы окружены чем-то из мира научной фантастики. Но если мы посмотрим на 20-й, то все эти новости просто меркнут. И вот эта ситуация, с которой мы все так или иначе сталкиваемся, она позволяет сказать, что мы приблизились к миру киберпанка и уже даже погрузились в самые его пучины. Когда большая часть нашего общения, ну, для многих коллег, большая часть профессионального общения, это веб-камера, это смартфон, может быть, второй смартфон, может быть, вторая веб-камера, но мы с вами уже находимся в этом процессе. И вот эти мир пластиковых коробок, которые заменяют нам живое общение, он очень настораживает. Оставлю вас на секунду с этой цитатой. Да, это классик. Брюс Стерлинг в конце 90-х, больше 20 лет назад еще писал. И, по-моему, это прекрасно иллюстрирует современное состояние. Непредсказуемые последствия для всего мира и вот такой вот момент надрыва в каждом действии, в каждом нашем рабочем либо личном действии, которое осуществляется с крайним напряжением, в крайне сложных условиях. И многие не выдерживают, многие коллеги жалуются на то, что это очень трудно. Но мир киберпанков, он непростой. Если вы, опять же, обратитесь к произведениям, обычно герой либо противостоит, либо сражается, либо находит какие-то пути для себя, для того, чтобы преодолеть. А довольно часто проигрывает. Кстати, не все произведения жанра киберпанк оканчиваются хэппи-эндом. Это еще одно свойство жанра. И я здесь хотел бы немножечко перейти к следующему разделу нашего сегодняшнего общения. Образование. Технологии. Это не пустой звук для меня, потому что, опять же, напоминаю, я по своему второму образованию instructional technologies, человек, который занимается образовательными технологиями. Не педагог в этом смысле, это мое первое образование, или первое педагогическое. Второе – это технолог, образовательный технолог. Это понятие в российской номенкулатуре специальностей появилось совсем недавно. Образовательные технологии, i-tech или e-tech, по-разному в англоязычной среде сочетаются. Но наше образование, каким оно должно быть в мире киберпанка? И здесь тоже ставлю паузу, потому что вот эти признаки, вот эти характерные черты киберпанка, они же сейчас разливаются на весь мир образования. На школу, на внешкольное, на дополнительное образование. Я, кстати, работаю со школьниками в рамках дополнительного образования. И дистанционно, больше полугода. И высшее образование. И как? Как должны сочетаться вот эти, вот эти вот характеристики современного, уже современного мира, не фантастики? Да, я сейчас перехожу к определениям. Если вы посмотрите, определение 1977 года. Я его перевел, примерно перевел. Должен сказать, что очень непростое сочетание в этом определении было. Но мне пришлось чуть-чуть его передать другими словами. В оригинале там нет вот этого списка. Мне пришлось его просто выделить. Так вот, в 1977 году, если вы посмотрите, это определение такой официальной организации американской, которая занимается образовательными технологиями. И это определение включает в себя, с одной стороны, процессы, да, процессы, процесс включения людей, процедур, идей, устройств. С другой стороны, это организация. Организация, да, организация как некая системность, если хотите, зафиксированность того, что связано с образованием. И, посмотрите, претендует это определение на все сферы. Не только на, например, школу. Не только на систему образования. На все. И вот здесь мы с вами находимся в очень интересной развилке. Потому что сейчас оказывается, что и школа, и университет, и то, что сверх этого, да, и различные коммерческие формы обучения, образования стремительно упаковываются вот в это пространство. Я вижу комментарии Павла Борисовича. Да, наглядный пример к вопросу ограниченности методов. Ну, смотрите, ограниченность, конечно, есть. Вопрос в том, что AI, например, есть гигантский потенциал замещения именно тех процессов и процедур, которые однообразны, которые для человека даются довольно тяжело. Да, утомляемость высокая. Хорошо. Вы написали довольно большой-большой пост. Я, к сожалению, не смогу, наверное, провести анализ всего. Но IBM Watson, это хороший пример, но посмотрите на то, что делает алгоритм, генерирующий текст. Да, и какие опасения вызывает, например, вот эта тема. И это же только отдельные случаи применения. Для нас вопрос, как это развернется в сторону образования. Определение 2008 года. Более новое. Обратите внимание, что появилось. Кто-нибудь замечает разницу между этими двумя определениями? 2008 год, практически через 30 лет после предыдущего. Это та же самая ассоциация, та же организация. Есть ли какие-то идеи? Еще раз, определение 1977 года, определение 2008 года. Те же самые образовательные технологии. Ну, я пока не вижу в чате реакции, поэтому скажу то, что мне кажется важным в разнице между этими определениями. Смотрите, здесь появляется, во-первых, область изучения, то есть в английском это study, изучение как некая теория и исследование, исследовательская практика. И да, в образовательных технологиях крайне важна вот эта компонент образовательного исследования. Второе, это этика. Обратите внимание, что внезапно появляется этика, в английском, опять же, варианте, там, этическая практика или этичная практика организации поддержки обучения. То есть подразумевается, что образовательные технологии, как мне кажется, в этом определении должны развернуться в сторону большей человечности. Потому что в 77-м году это было что-то абсолютно тотальное, все аспекты обучения человека. А здесь уже возникает все-таки этический компонент. И вопрос управления этим процессом, процессом образования. Для меня это ключевой вопрос. А вообще мы можем управлять этим процессом полноценно? Делаю тоже паузу. И хотел бы задать вопрос, насколько вы согласны с этим? Управляем ли мы, как педагоги, как учителя, может быть, дизайнеры педагогические, мы управляем с вашей точки зрения обучением? Поставьте плюсик или минус, в зависимости от отношения к этому вопросу. Это не пустой вопрос, в том смысле, что я бы хотел, чтобы вы отнеслись к вопросу управления, как части процесса образования. Учитель управляет обучением? Педагог управляет обучением? Оба определения американской ассоциации подразумевают, что да, это есть, управление обучением присутствует. Вы с этим согласитесь? Пока в чате не вижу реакции. Так, так, так. Я вижу, у нас уже пошли разные рассуждения на... Ага, разные рассуждения на тему, связанную с Эйдемом Ватсон. Дальше. Ольга Игоревна в рамках своей дисциплины, в остальном нет. Прекрасно, Ольга Игоревна, абсолютно согласен. В рамках своей дисциплины, да, даже, нужно не сказать, вот когда я преподаю философию, я понимаю, что я управляю только отдельными элементами, элементами того, что могу принести в класс, допустим, или в системе электронного обучения организовать. Но я не управляю, конечно же, изучением философии моими студентами, потому что гораздо больше, да, это не тот массив, да, это слишком большая глыба для того, чтобы заявить, что я ее могу перевернуть и даже закатить на вершину холла. Это принципиальный вопрос. Так, папа Саша пишет. Мы это учитель? Нет, мультипредметности нет. Смотрите, я хотел бы продвинуться дальше по тематике, которую я хотел с вами сегодня обсудить. Дело в том, что буквально месяц назад еще на одной конференции мы обсуждали вопрос образования с точки зрения его такого большого, можно сказать, политического содержания. Конференция проходила в Сербии. Ну, я, конечно, находился в этом же пространстве. В Сербии я всего лишь виртуально присутствовал в университете Белграда. И вот когда я писал тезисы для выступления, для доклада, мне пришлось копнуть одну очень спорную тему. Тема сложная. Это тема, касающаяся идеологии образования. Они в чем-то напоминают политические, но обращаю ваше внимание именно на то, что в скобках. Это отношение к обучению и отношение к знанию в рамках определенных идеологий. И Уивиам О'Нейл, такой исследователь проблем образования, философ, социолог, насколько я понимаю, в 81-м году поднял эту тему в рамках своей книги, в рамках своей работы, связанной с вот такой классификацией идеологии образования. То есть это довольно старая тема. Но он предложил делить на два основных направления, то есть это консервативное и либеральное. Консервативное подразумевают более такое традиционное отношение, я думаю, более или менее понятно. Ориентированы они скорее на устойчивость и такую сбалансированную систему образования, подход к образованию. И посмотрите, там есть три ответвления. Это такой образовательный фундаментализм. Прошу не путать с другими формами фундаментализма. Это именно с точки зрения классификации Уива. То есть образование как воспроизводство существующего или прошлого. И следование образцу. То есть в принципе знание четко регламентируется, что нужно знать, как нужно поступать. И вот эта повторяемость очень важна. Интеллектуализм. Обращаю внимание на то, что здесь различные формы рационального возвеличивания. Вот это во многом концепция 18-го, 17-го, 18-го веков. То есть образование должно строиться на построении рационального, рационального знания. И воспитание вот этого мышления, рационального познания, способности к нему является центром. Образование необходимо для жизни, для того, чтобы применять его. Мышление необходимо для жизни. В этом смысле присутствует такой утилитарный подход. И консерватизм. Чистый консерватизм. То есть когда подразумевается, что знание тоже утилитарно полезно, но главный компонент образования это все-таки социализация. То есть когда вот в рамках, например, учебного заведения наши обучающиеся не только предмет усваивают, не только на нашем уроке находятся, или на нашей дисциплине, на нашем семинаре или лекции, а в общем вся вот эта конструкция школы и университета крайне важна. Либеральные идеологии образования, они совсем про другое. Обратите внимание, что либерализм подразумевает повышение персональной эффективности. То есть прежде всего это тоже решение практических задач, но в контексте именно улучшения самого человека для блага личности. Либертарианство образовательное. Знания для изменения общества. Это очень важно. Это принципиально другое. Не либерализм. И то, что заставляет общество изменяться, а человека в этом обществе преодолевать общество, преодолевать преграды. И вот такая крайняя образовательная идеология, как образовательный анархизм. В нем предполагается, что знание является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. То есть человек не может не производить знания, человек не может не обмениваться знаниями. И в этом смысле знание разлито везде. И вот такой образовательный анархизм, он подразумевает деинституционализацию. То есть образование без школы может быть. Образование без университета может быть. Просто социальные институты существуют для определенных целей. Образовательные институты. А эти цели не всегда связаны именно с обучением и образованием непосредственно. С точки зрения образовательного анархизма. И почему нам важна эта классификация? Я хотел обратить ваше внимание на еще одно исследование. На самом деле это исследование было сделано двумя авторами. Я, к сожалению, здесь внес только одно имя. Я, причем неправильно написал, когда переводил по-русски. Уже потом заметил. Кираж и Оздемир. Это исследователи из двух разных стран, из двух разных университетов. Я неправильно написал. Кираж и Оздемир. Прошу прощения. Статья 2006 года. Исследования, связанные с тем, насколько люди, педагоги, которые придерживаются разных взглядов на образование, вот этих самых образовательных идеологий, принимают технологии и не принимают их. То есть, вот еще раз задумайтесь, получается, насколько люди, у которых образование представляется им разным, в зависимости от ценностей, в зависимости от политических предпочтений, в зависимости от того, где в конце концов они работают. Я понимаю, что университетские преподаватели, школьные, учитель, наверное, немножко о разном будут говорить, когда говорят о функции, о роли образования. Так вот, в этом исследовании было показано, что очень интересные результаты. Посмотрите, зеленым выделено то, что принимает технологии больше, а красным то, что не принимает. То есть, в этом смысле фундаментализм образовательный, он против технологий, как то, что может разрушить вот этот ручеек знания, поступающий контролируемо, да, и вот эту плотину может снести, да, разными источниками. Критикой и тем, что будет непродуктивно с точки зрения образовательного фундаментализма, да, воспроизводства неких традиций. Интеллектуализм наоборот, хотя это тоже вроде бы консервативная точка зрения, но тем не менее, то есть технологии могут улучшить рациональное мышление, да, технологии ведут к системности. И мы, наверное, довольно часто с этим сталкиваемся сейчас, когда говорят, что все можно привести в некую систему за счет технологий. Не замечаете в своей деятельности? Я замечаю, то есть попытки рационализировать образование, сделать его контролируемым, более прозрачным, может быть. Консерватизм. Технологии как такой умеренный прогресс, который необходим, и технологии, которые вот проверены временем, да, они принимаются. И посмотрите на либеральные образовательные идеологии. Они на самом деле чаще противостоят принятию технологий, то есть в этом смысле либерализм как то, что видят в технологиях угрозу для личности. Ну как же, мы же в классной комнате или в аудитории университета, мы же развиваем личность, мы же общаемся. И вот именно в этом общении, свободном общении, не стесненном рамками технологий, мы получаем что-то новое. Второе, либертарианство, да, это принятие на хорошем уровне, да, то есть в этом смысле технологии считаются средством развития. Как раз в этом смысле либеральные, либертарианские взгляды на образование, они отличаются. И анархизм, как на самом деле, можно было бы ожидать, что ну как же анархизм, он подразумевает такой хаос, да, технологии могут его привнести. На самом деле опросы показали, что неприятие технологий, потому что они воспринимаются как средство контроля. И с этим, наверное, мы с вами тоже столкнулись, когда особенно от нас требуют сейчас, не знаю, как от вас, вашей деятельности. Мне приходится сталкиваться с тем, что, ну как же, отчет по проведенному занятию в виде скриншота, да, не сталкивались с таким. Или, пожалуйста, запись вебинара, такое бывает. Или прокторинг, система прокторинга во время проведения теста. Пожалуйста, вот это и есть то, что противостоит либеральным представлениям о технологиях, а консервативные вполне хорошо адаптируют. И здесь я бы хотел перейти к завершающей части. С моей точки зрения, мы с вами, на самом деле, давно прошли эту отметку. Я сейчас показываю вам, кто-нибудь знает, что такое Google Engram? Очень интересный ресурс, тоже для исследовательских целей. Очень рекомендую, кстати, со школьниками можно использовать на занятиях. Можно посмотреть, какие слова, какие словосочетания начали использоваться в огромном массиве книг, цифрованных Google, на разных языках, причем можно сравнить языки. И вот какие слова, когда, как часто используются в книгах. Там десятки миллионов книг оцифрованы. Сами книги почитать нельзя, потому что копирайт, а вот погуглить количество слов можно. И вот посмотрите, в 64-м году сразу в трех языках, я проверял, нет, в четырех языках, слово информация стало использоваться в книгах чаще, чем слово знание. То есть во французском, в немецком, в русском, в английском. Я понимаю, что это не абсолютная истина. В данном случае нужно перепроверять, наверное, на других текстовых корпусах так называемых. То есть нужно смотреть не только Google Engram, который является не самым государственным инструментом для изучения вот этих вопросов, но хотя бы приблизительно, если мы посмотрим, да, то есть в середине 60-х годов 20-го века информация и знания, информация выигрывает. То есть, на мой взгляд, мы начали погружаться в этот мир киберпанка несколько раньше, даже еще до появления названия киберпанк. Научно-техническая революция, 70-й год. Такая философская, немножко, извините, философская тема, но тем не менее. Итак, я для себя сделал классификацию технологий двух типов. Первая технология, которая, в общем, создаёт, я бы классифицировал, как то, что контролирует среду и создаёт контролируемую среду. Обратите внимание на то, что мы с вами сейчас подвержены. Очень часто в рамках организации мы как раз этими технологиями часто, всё чаще пользуемся. Организация заключает контракты, например, с какими-то компаниями, которые предлагают проприетарные решения. И вот уже экосистема Google или экосистема Microsoft, экосистем, часто называем это экосистемами технологическими. И на какой платформе, при помощи каких инструментов мы работаем. И посмотрите, да, то есть вот характерные стандарты, стандарты, они необходимы для деятельности. В этом смысле это неплохие технологии, это технологии, которые просто ведут к большему контролю. Усиление за счёт технологий именно организации, не отдельно взятых людей. Да, я становлюсь сильнее с точки зрения доступа к знаниям, используя свой смартфон. Но этот смартфон может также очень сильно урезать мои возможности с точки зрения наблюдения за мной. Да, и наблюдение вполне легитимного в этом смысле. Например, работодатель может писать мне письмо или в чате что-то, требуя быстро ответить. А использование технологий для сбора данных, это тотальная тенденция, да, то есть слежка необходимая, на самом деле необходимая. И в этом смысле, оказывается, вот уже педагог является человеком, который работает на это, на то, чтобы собирать данные. Ну как же, мы же кормим большую машину, да, вот этими данными из учебной деятельности. Даже если эта машина является хорошей машиной нашей организации, к примеру, школой, университетом, чтобы иметь лучшую картинку, более понятную, позволяющую принимать решение, картинку об оценках, успеваемости, допустим. Анализ и предсказание поведения пользователей. Вот это большая тема, которая сейчас очень активно развивается. Хороший педагог может проводить предсказания на основе своих наблюдений, а машина может предложить другие контринтуитивные вещи. Да, вот я наблюдаю в чате по поводу, так, по опасаше интересные моменты. Вы пишете, насчет социальности, да, согласен, у тех, кто на семейном обучении, социальности может быть ничуть не меньше. Это как-то мне объяснял человек, обучающий всех своих четырех детей в огромном прекрасном особняке в Соединенных Штатах. Очень богатый человек, он говорил о том, что, ну знаете, социализация, вот ипподром, прекрасно. Или курсы для гольфа, тоже вариант. К сожалению, присоединяется к смешению терминов информации и знания. Тоже согласен, в некоторых случаях, но это абсолютно разные понятия, на самом-то деле смешивать не надо. И тяга к халяве, Google для образования бесплатно. Вот смотрите, это то, что мне говорили американские коллеги, простите, немецкие коллеги в образовательной лаборатории, в Дугг-Кэссен, в университете, в котором я работал. Мы не бесплатно пользуемся Google и Microsoft и другими ресурсами, мы платим данными. И именно поэтому, кстати, в Европе очень трепетно к этому вопросу относятся. На остальное просто так. Вот я читаю, да, я вижу комментарии. Простите, отвлекся на чат. Итак, посмотрите, то есть контролируемая среда – это то, что нас сейчас преследует, и это, наверное, неплохо. Но, с другой стороны, возникают технологии, которые противостоят этому. И они противостоят естественным образом, они появились не позднее, в этом смысле, они появились в 90-е, в 80-е, еще на базе, наверное, Фидонета, можно было бы сказать, что что-то подобное начало стихийно возникать. Но это сообщество, сообщество, в этом смысле обучающийся и педагог теряют свою волю, да, это участники сообществ, которые активно между собой обмениваются идеями, производят контент и которые, на самом деле, помогают друг другу учиться. Обратите внимание, насколько студенты хорошо, вот у меня студенты и ученики в школе, очень хорошо могут быстро организоваться для решения какой-то задачи, используя самые разные дистанционные средства, и на самом деле решить эту задачу довольно эффективно. Может быть, неэффективно для обучения каждого, но группа выходит с каким-то решением, даже если в ней неравномерно нагрузка на каждого и разные роли. Персональная обучающая сеть – это то, что продвигается в рамках подхода коннективистского, возможно, вы знаете Стивена Даунзе или Джорджа Симмонса, идеи начала 2010-х, конца 2000-х, о том, что в общем мы движемся по этим сетям, развиваем свои сети в самых разных, часто неожиданных направлениях, и все идет в копилку знаний. Все является в этом смысле обучением. Открытые базы знаний. Я сталкиваюсь с тем, что крайне трудно уже даже объяснить современному студенту, например, или школьнику, что Википедия – это тоже ресурс, создаваемый людьми. Часто они его воспринимают как нечто уже существующее испокон веков, некая мудрость интернета. Нет, да, то есть открытые базы знаний, по-хорошему их нужно направлять, их нужно контролировать, контролировать в смысле их использования студентами. Но как? Это пока не решенный вопрос. Да, потом на активизм Минобор. Ну, смотрите, папа Саша, все-таки я говорю о том, что за пределами находится. Как вы работаете с Минобором? И это ваше решение, ваша организация, ваша частная, может быть, даже инициатива. И вот обращаю внимание на то, что называется DIY-подходом в обучении. То есть когда, я не знаю, знакома ли вам аббревиатура Do-It-Yourself, DIY, Но вот она как раз ассоциируется с тем, что было названо в 2008 году Джимом Грумом, таким блогером, известным достаточно образовательным, как это называется, instructional technologist, технологом, было названо EduPunk. То есть образовательный панк, стиль, в котором отбрасывается все лишнее, стиль, в котором по существу что-то необходимое здесь и сейчас делается. И вот этот стиль сделать прямо здесь и сейчас что-то, что принесет максимальный результат для обучения. Вот это то, что продвигает Джим Грум и вот эта концепция. И, конечно же, противостояние корпоративным вот этим закрытым проприетарным программам, программному обеспечению, архитектурам открытых решений. Ну, например, Linux против Windows, хотя Windows в последнее время вместе с Linux играет, чтобы противостоять Google. Google или использование открытых стандартов – это такая большая сложная тема, в том числе юридическая. Открытый контент, тот, который не надо покупать, но не тот, который мы случайно нашли, а тот, который именно по лицензии, открытой лицензии. В этом смысле нужно разбираться. То есть неконтролируемая среда требует очень серьезного уровня понимания того, что используется, как используется и зачем. И вот здесь возникает последний вопрос, который я бы хотел поставить перед вами. А будут ли взломаны нашими с вами обучающимися студентами или преподавателями те самые образовательные технологии, с которыми мы сейчас с вами выходим в такой несколько сумбурный мир онлайна, онлайн-обучения, тотального онлайна. Потому что именно в 2020 году стало очевидно, что без онлайна очень сложно. То есть с ним бывает плохо, некомфортно, неудобно. Он контролирует нас. Но ведь наши ученики постоянно пробуют, постоянно взламывают обучение, которое происходит даже здесь и сейчас в школе, на наших глазах. А что среди них не будет таких, кто эти образовательные технологии сможет повернуть в неожиданном для нас направлении? Я думаю, что будет. Я не случайно поставил вот эти две, черную и белую шляпку. Напоминаю, я работаю с компьютерщиками. Белые и черные хакеры – это известная такая тема противостояния между теми, кто… Белые хакеры на благо, да, это те, кто тестирует системы, позволяет устранять неисправности и, в общем, заботится о безопасности в обществе. А черные хакеры – те, кто составляют, в общем, преступную сторону. Вот вопрос для меня, в каком направлении сейчас образовательные хакеры, да, те, кто ломают процесс обучения, направят свои усилия. Для того, чтобы сделать образование лучше, обучение эффективнее или для того, чтобы что-то отнять, контролировать и как это будет происходить. Кто-нибудь знает, что это за цифра, число, простите? Можете написать в чате. 4 миллиарда 833 миллиона 521 тысяча 806. Есть предположения? Да, совершенно верно, Папа, Саш. Это количество пользователей интернета, данные на, если не ошибаюсь, октябрь месяц этого года, понятно, что это приблизительно. В ближайшее время как раз вот Илон Маск, запуская там свои микроспутники и несколько других, пытаются увеличить это число до 7 с лишним миллиардов. Да, то есть больше половины населения планеты. Это не просто пользователи, это ученики, это обучающиеся. Мы с вами уже не просто педагоги, мы постоянно учимся вместе со своими студентами, со своими школьниками, учениками. Мы с вами в процессе, в глобальном, огромном процессе обучения. И сеть этот процесс очень сильно подстегнула. Сейчас большая часть из этих 4 миллиардов что-то изучает. Новую кнопочку на смартфоне, нового монстра в игре, или формулу математическую, или что-то еще. В любом случае этот процесс уже не остановить. И нам с вами остается только надеяться на то, что те самые хакеры не будут слишком сильно противостоять тому, что делаем мы. А может быть мы сами вынуждены будем применять решения из области Эду Панка, и в этом смысле взламывать образование. И в конце я бы попросил вас, уважаемые участники нашего вебинара, я бы попросил вас ответить на несколько вопросов. Я сброшу ссылку, да, спасибо Татьяне Викторовне, я начал копировать ссылку, вы заметили, наверное. Опрос, который мы подготовили, который на самом деле отражает в чем-то то самое исследование, которое было направлено на принятие технологий. Если у вас будет возможность, то ответьте на вопросы, которые там поставлены. Завершаю я мероприятие вот такими словами известного, опять же, Егора Летова. Возможно, вы даже знаете, что это за песня. Итак, есть ли комментарии, есть ли вопросы? У нас еще три минуты, если не ошибаюсь. Несколько. Оставил мало, наверное, времени для комментариев, но я вижу, что они идут по ходу мероприятия достаточно активно. Да, Светлана Александровна, пожалуйста, мне, надеюсь, тема несколько философская, несколько лиричная, может быть, даже, оставит какой-то след, и вы посмотрите в сторону вот этого мира за пределами, да, за пределами системы образования. Потому что DIY, если мы вбрасываем контент образовательный, он возвращается очень часто, я с этим столкнулся на своей практике, когда мы работаем с людьми глобально особенно, да, делать какие-то ресурсы в свое свободное время, делиться ими с людьми. Это, поверьте, помогает. Спасибо вам, спасибо за участие, спасибо большое тем, кто комментировал, задавал вопросы. Особая благодарность, да, так я, по-моему, не то нажимаю, да, особая благодарность вначале за вопросы такие острые Павлу Борисовичу. Всегда меня можно найти в чате, в фейсбуке, всегда можно найти в социальных сетях, и я с удовольствием общаюсь и принимаю в друзья или устраиваю дискуссии. Пожалуйста, обращайтесь, если будут какие-то вопросы или темы для обсуждения.